Всем привет! Тема сегодняшнего видео это какой фотоаппарат выбрать новичку. Несмотря на то, что очень много людей сегодня снимает на свои мобильники, есть по-прежнему достаточное количество людей, которые рассматривают фотоаппараты как обязательный инструмент для создания фотографии и видео. Мне поступили вопросы, какой бы я выбрал фотоаппарат для начинающего. Я понимаю, что для новичка это могут быть совсем разные по ценовой категории инструменты. И пусть я уже публиковал видео о том, как выбрать свой первый фотоаппарат, но людям интересно посмотреть на примерах про индивидуальный выбор. Для одних достаточно взять фотик, пусть и БУ, ну а для кого-то и сотка нормальная и будут сразу осматриваться на полный кадр. Сегодня я выскажу свои мысли касательно того, какой бы я фотоаппарат выбрал для начала. Я не буду рассматривать варианты с БУшными зеркалками типа Canon 5D Mark II, хотя это отличная зеркалка даже сегодня. Я даже помню день, 13 апреля 2013 года, я перешел на пятый Canon Mark II. Но сегодня такие фотоаппараты из разряда раритета. Могут возникнуть вопросы, почему не надо рассматривать фотоаппараты такой давности, особенно за такую вкусную цену. Потому что пользоваться этими фотоаппаратами люди не будут. Когда человек начинает и покупает свой первый фотоаппарат, он должен много времени уделять на изучение фотоаппарата и также много практиковаться. А сегодня человек приучен к гаджетам и к тому, что все необходимые настройки можно произвести через сенсорные экраны, а не всякие там крутилки и прочие рычажки. Небольшой пример подтверждения моих слов. Один человек мне написал, что посмотрел одно из моих видео, где я рассказывал про свои фотоаппараты, и услышал мои хвалебные слова о флагмане былых времен Nikon Nd3, решил купить его себе за совсем небольшие 35 тысяч рублей. Первый же вопрос, который я задал этому человеку, как часто вы снимали на эту камеру после покупки? Человек тут же ответил, что снимал на этот фотоаппарат за два месяца с момента покупки всего лишь один раз. И я понимаю почему. Потому что этот фотоаппарат очень большой и громоздкий, и много весит. Но нужно, соответственно, дополнительную сумку. Также настройки самой функции, только через крутилки и колесики, никаких сенсорных экранов, и фамини. И закономерный результат. Человек доволен покупкой, но при этом он пользуется им очень редко. Потому что у этого фотоаппарата сегодня есть определенные недостатки, которые отталкивают человека пользоваться этим фотоаппаратом. Хотя этот фотоаппарат действительно флагман. Вот я в свое время, как только этот фотоаппарат появился, я поставил свою цель его себе купить. Первое время я про недостатки этой камеры вообще слышать не хотел. Я эту камеру из рук не выпускал. Постоянно его с собой всюду таскал и всячески пытался ее изучать. И изучая, тут же практикуясь. Это важно. Одно без другого невозможно. А теперь главный вопрос. Хочу ли я сегодня снимать на этот фотоаппарат? На тот, о котором когда-то фактически мечтал? Я не мечтаю, я ставлю перед своей целью. Но тогда этот фотоаппарат был для меня из разряда мечты. Конечно, нет. Потому что за эти годы я приобрел дополнительный свой субъективный опыт, который тут же мне напомнит про сенсорные поворотные экраны без зеркалок, про цепкость автофокуса, особенно в новенькой R6, которая вгрызается в подобное свирепому голодному волку в модель, пока ты не сделаешь необходимое количество фотографий, про отсутствие бэки фронтфокуса. Также для меня крайне важно, чтобы современная камера умела записывать хорошее видео, обязательно функцию управления камерой через смартфоны и отправки на смартфон всего необходимого материала. Ну и естественно, это легкость и компактность, чтобы я не в сумке с тобой толскал, а бросил во внутренний карман куртки, либо же в небольшую сумочку и пошел снимать, не перекашиваясь от веса камеры объективов. И это только основные причины. И потому D3 остался у меня в памяти с теплыми воспоминаниями. Не только как инструмент, который позволял мне хорошо зарабатывать и путешествовать по миру, а сколько возможно ставить при собой новые цели и их реализовывать. На этом история с D3 да и со всеми старенькими зеркалками закрываю. Это уже прошлый век. Есть у меня знакомые люди, которые пользуются теми фотоаппаратами, о которых сегодня хочу поговорить. Понятно, что через некоторое время выйдут следующее поколение фотоаппаратов, о которых сегодня буду говорить. А эти устареют. Но нам сегодня нужно снимать, и поэтому будем говорить о тех фотоаппаратах, которые предлагает нам рынок. Буду бы сказать свое мнение, что лично мне понравилось в той или иной камере, а что не понравилось. Но при этом не забываем, что все три камеры я считаю добротными. И поэтому о них решил отдельно видео записать. Первая камера, о которой я хотел бы сегодня поговорить, это Canon M6 Mark II. Я уже рассказывал про эту камеру в одном из своих видео, но поснимав на эту камеру какое-то время, я остался ей очень доволен. Она качественно сделана, и обработка самого корпуса мне очень понравилась. Удобная и понятная даже новичку в использовании меню. Экран не поворотный, но он откидывается в положение селфи. Но даже в таком положении удобно себя снимать, если вы хотите взять камеру для записи влогов. Натуральная цветопередача Canon, как фото, так и видео. Камера может записывать видео в режиме 4К до 120 бит в секунду. А с фирменным дуал-пиксельным автофокусом камера будет радовать как фото, так и видеосъемки. Здесь также стоит тот самый диджик 8, который стоит в R и RP, а также в зеркалке Canon 90D. Эту камеру можно подключать к смартфону. И, естественно, не только скидывать материал на сам смартфон, но и управлять самой камерой через ваш смартфон. Это возможность одна из важнейших современных камер для меня. Как вспомнил, сколько раньше денег выбросил на всякие тросы с пультами дистанционного управления. Так грусть моментально нападает. Но это уже в прошлом. Теперь через смартфоны можно полностью управлять камерой. Есть наличие электронных стабилизаторов. Но лично Omni ни в R, ни RP не понравился. Да и тут вообще не зашел. Также любители скоростной съемки останутся эта камера довольны, потому что она умеет снимать до 14 кадров в секунду. Согласитесь, отличный результат для любительской камеры. Также камеру можно заправлять от пауэрбанка, но только в выключенном состоянии, не во время записи. Возможность использовать любую оптику Canon и сторонних производителей. Особенно, если докупив переходник EF-EFS. Как, собственно, поступил человек, который купил эту камеру, докупил к ней переходник и купил к нему 35 мм 2.0 со стабилизатором. И получив на выходе тот самый полтинник на кропе, снимает свое удовольствие. По итогу, это действительно отличная камера не только для новичков, но и для опытных фотографов, которым нужна дублирующая камера. С функцией записи видео до 4К. С отличной функцией передачи материала на свой смартфон через Wi-Fi. Ну и, конечно, тот самый канонский Color Science в этой камере тоже присутствует. Поэтому я поставлю эту камеру на первое место. Следующая камера, о которой я хотел поговорить, это Fuji XT30. Я не снимал раньше на фототехнику компании Fuji, но попробовал поснимать с этой камеры, я остался ей в целом доволен. Мне очень понравился металлический корпус и самообработка этого корпуса. Что мне понравилось, это расположение кнопок на самой камере. Слышал жалобы от людей, да и от владельца этой камеры, на то, что ненароком нажимаешь на кнопку Q, что лично мне показалось очень странным. Ведь она находится, на мой взгляд, в правильном месте, там, где часто находится большой палец. Сравнивая Fuji с моим Canon RP, хочу сказать, что в RP, в том месте, где находится всего лишь одна кнопка Fuji, Q, у RP там их целых три, и я никогда их не нажимал ненароком. Так почему же одна кнопка в одном фотоаппарате может мешать, а в других фотоаппаратах нет? И я нашел свое объяснение этой особенности. Потому что, да, я сам по раз нажимал на ту самую кнопку Q во время записи. На мой взгляд, дело в самом фирменном дизайне камеры. Хват там специфический, мне пришлось потратить некоторое время для понимания самого хвата. И это при том, что я не люблю держать камеру плотной хваткой во время съемки. Я из тех, кто держит камеру кончиками пальцев. Мне нужна некая свобода, даже когда ты держишь камеру в руке. Но с Fuji, да, пришлось немного приноровиться. Но мы понимаем, что это дело всего лишь привычки. Так что, если я поснимал бы на эту камеру неделю, либо же больше, то вопроса больше бы не возникало. Также мне не особо зашло обилие колесиков с настройками камер на самом корпусе камеры. Хотя я понимаю, что это некая дань традициям самой компании, которая стремится сохранить свою идентичность на рынке, выпуская камеры в том самом классическом стиле. Это все понятно, и я могу лишь только похвалить компанию Fuji за такое стремление. Но мне нравится, когда на камере как можно меньше кнопок. Я любитель минимализма. По качеству фото, так и видео, ничего плохого сказать об этой камере не могу. Если вам нравится закос под пленку, я уверен, вам эта камера очень понравится. Мне, как любителям максимальной натуралистичности и цветопередачи Canon, такой взгляд Fuji на цветопередачу не вызвал у меня каких-либо эмоций. Но, естественно, это не означает, что камера плохая. Нет, просто у каждого свои вкусовые пристрастия. Камера достойно занимает свое место в ценовой категории. Также камера умеет записывать видео в 4К до 200 бит в секунду, что очень много для такой маленькой компактной камеры. Битрейт больше, чем у той самой M6 Mark II, но есть ограничения до 10 минут в 4К и 15 минут в Full HD. Также доступен режим записи до 120 кадров в секунду. По итогу, к самому качеству фото и видео у меня вопросов к этой камере нет. Ну, кроме, опять же, восприятия цветопередачи. Также меня порадовал автофокус в фото, так и в видео записи. Он достаточно цепкий, предсказуемый и, главное, он не рыскает в поиске необходимого объекта. Нет, качественное отслеживание объектов. В камере присутствует откидной сенсорный экран, через который можно производить все необходимые настройки, как камеры, так и съемки. В общем, Fuji мне понравился. Поэтому я поставлю эту камеру на второе место для начинающих. Ну и в заключении хочется отметить Альфу 6400. Так как меня сначала интересуют фотографии и качество самих фотографий, которые я получаю от фотоаппаратов, первым делом я начал рассматривать фотки. И могу с уверенностью сказать, что после канонской цветопередачи воспринимать от Sony не так просто нет. Это уже привычка как цветопередачи тех камер, на которые ты часто работаешь, так и твое индивидуальное восприятие цветов. Все эти модели, которые я снимал на эту камеру, вызвали у меня вопрос касательно цвета кожи. Из достоинств по автофокусу. Никаких нареканий в плане работы автофокуса эта камера у меня не вызвала. Автофокус цепкий и очень хорошо отрабатывал свои функции. И более того, было ощущение, что автофокус предугадывает, куда я хочу нацелиться. Тут он гибридный, с более чем 400 точками автофокуса. Что касается дизайна самой камеры, то дизайн этой камеры мне совсем не понравился. Из трех камер в этой самый обыденный дизайн. Он не плохой и не хороший, просто не вызывает никаких эмоций. Также пришлось потратить некоторое время на изучение самого меню. Не буду говорить о том, что меню в этой камере очень сложно для понимания и путанное. Нет, если посеять и подумать, что и как, то можно разобраться. Но ни в какое сравнение с канонским меню нет. Это совсем разные культуры. Даже в фуже настройки меню, на мой взгляд, лучше и понятнее. Экран откидной селфи режим, но на мой взгляд в M6 Mark II он гораздо лучше. А теперь важно, сенсорный экран не работает в меню и пролистывание фотографий. Только выбор точки фокуса и просмотр фотографий. В целом для фото в этой камере все на хорошем уровне. Если нравится цветопередача Sony. Имеет смысл присмотреться к этой камере как к своей первой, так и к своей дублирующей камере, если у тебя есть основные рабочие инструменты. А вот в видео мне эта камера совсем не понравилась. В глаза сразу бросается ярко выраженный роллинг шаттер 4К. Также видео 4К с очень маленьким битрейтом всего 100 бит в секунду. Это в два раза меньше, чем в Fuji. Но больше всего меня удивил Full HD. Он тут довольно мыльный. И снимать в этом режиме на эту камеру я просто не хотел. Еще из хорошего этой камеры это то, что ее можно заправлять через пауэрбанк. А теперь к выводам по трем камерам. Все камеры достойно занимают свои позиции на фоторынке. Что-то лучше в одной, что-то лучше в другой. Выбор камер будет сводиться к личным предпочтениям. Как начинающего, так и опытного фотографа, которому нужна дублирующая камера для постоянной съемки. Из трех камер мне больше всего понравилась M6 Mark II, поэтому я поставлю ее на первое место. Приятно удивил Fuji, поэтому я поставлю ее на второе место. Ну и вызвал неоднозначные эмоции у меня Sony 6400. Поэтому я поставлю ее на третье место. Это был мой первый опыт работы как с Fuji, так и с Sony. Возможно, возможно. Я чего-то не усмотрел в этих камерах. Поэтому если у вас есть что-то добавить, либо что-то дополнить, вы можете написать, конечно, в комментариях. На этом все. Всем спасибо за внимание.